Выжившие и переродившиеся, так любимые горожанами лебеди с моста на новом рынке, лишившись привычного места обитания, все это время ждали, когда им помогут обосноваться по новому адресу. Давно, да, требовалось им некий вид привести. Мы на два слоя проходили, сейчас вот маленько еще смотрим, какие моменты пропустили, и вот на третий раз уже, считай, идем. Первый лебедь на мосту появился в 2005 году. Так заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица увековечил память о трагически погибшем зяте Андрея, назвав птицу Андрюша. Спустя годы в Барнауле организовали конкурс «Лебеди на верность», и самодельных птиц стало больше, а труба с крылатыми превратилась в городской арт-объект. Поэтому с началом ремонтных работ барнаульцы не на шутку переживали, что будет с лебедями. Их приютили городские власти, но выстояли не все. Времени пощадило птицы с покрышек и пластиковых бутылок. Те, которые фигуры можно было восстановить, их сегодня мы насчитали порядка 12 штук. 13-й – это самый первый лебедь, установленный на известном мосту нам Андрюша. Соответственно, им занимается отдельно семья, первопроходцы, скажем так, основателя этого лебединого семейства. Белоснежные птицы почти готовы взлететь, остается лишь обновить короны и клювы. Свежим слоем краски покроют и пару черных лебедей, которые на контрасте смотрятся наиболее гармонично. Скоро часть пернатых переедет в Барнаульский зоопарк, а часть – украсит территорию школы искусства в Ласихе. По словам городских властей, в начале ремонта барнаульцы сами предлагали варианты для нового пристанища птиц. Людям была небезразлична их судьба. Я считаю, что это часть нашей современной истории, потому что Валерий Андреевич Метелица – известный человек. Естественно, когда он заложил эту традицию, она действительно для барнаульцев была подхвачена и переросла в какой-то такой некий ритуал. Я знаю истории, которые рассказывала его дочь, что даже молодожены некоторые приезжали. Ну, лебедь – это символ верности. На обновленный мост эти птицы не вернутся. Но, по словам Марины Панкрашовой, после ремонта на путепроводе могут остановить профессиональную скульптуру лебедя, где укажут в честь кого и кто здесь установил первую белую птицу, чтобы история города жила. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.